Во сне перед Обломовым предстаёт родное поместье – благословенный уголок, где нет ни моря, ни высоких гор, ни дремучих лесов, ничего грандиозного, дикого и угрюмого. Ни страшных бурь и разрушений не слыхать в том краю. Ни грабежей, ни убийств, никаких страшных случайностей не случается там. Ни сильные страсти, ни отважные предприятия не волнуют живущих там людей, которые никогда не смущают себя туманными умственными или нравственными вопросами, и оттого цветут здоровьем и весельем, живут долго, поздно стареют. Смерть их наступает будто украдкой, как лёгкий последний вздох. Деревня Обломовых так и именовалась «Обломовкой». Илье Ильичу снится сейчас, будто он семилетний хорошенький мальчик, встаёт утром среди ласк заботливых няни и маменьки. После утреннего чая он идёт с няней гулять, а с кухни в это время доносится стук ножей, рубящих котлеты и зелень. Обед – главная забота в доме Обломовых. О том, что приготовить на него родственники подолгу совещаются. После обеда весь барский дом погружается в сон. Когда дневная жара спадает, его обитатели просыпаются и снова пьют чай. Вечером на дворе темнеет, и отдалённые деревья кажутся похожими на сказочных чудовищ. Няня рассказывает Илюшечке сказки о неведомых странах, о добрых молодцах, которых волшебница щука ни за что ни про что наделяет всеми земными благами. В Обломовке верит страшным рассказам об оборотнях и мертвецах. От них, боязнь и тоска, надолго заседают в душе мальчика, оставаясь даже во взрослые годы робостью и ожиданием чего-то страшного. Когда Илье Ильичу исполнилось лет 13-14, родители, знавшие о пользе образования для дальнейшей карьеры, отдали его учиться в соседнее село Верхлёво. Хозяин-помещик поручил управлять там немцу Штольцу, который завёл в Верхлёве небольшой пансион для детей окрестных дворян. Мальчик Обломов ездил туда с большой неохотой и выучился не особенно многому. Зато в пансионе он познакомился с сыном Штольца, Андреем. Тот навсегда стал его лучшим другом. Обломов рос у обожавших его родителей, лелеемый, как экзотический цветок в теплице, медленно и вяло. Ему не давали ни бегать, ни играть в снежки, не лишний раз отворить форточку. Детские проявления его силы обращались внутрь, никли и увидали.